Культпоход выходит при поддержке ООО СЗК «Стэн». В Кирове 12 часов и 6 минут. Мы рады приветствовать вас в этот солнечный майский день. Сегодня пятница, 19 мая. Ну, как человек, которого более 30 лет назад принимали в «Пионеры» и оттуда не исключали, я в первую очередь хочу поздравить слушателей, которые имеют отношение к этой дате, с «Днем пионерии». 19 мая сегодня, да. Светлана Дождевых. И Владимир Сметалин. Поздравляю вас, Владимир. Как у вас с пионерским прошлым? Я не успела стать пионером. А я успел. Повторюсь, принимали торжественно. Один год мне не хватило. Повязывали галстук, значок, и все, я в пионерах. Я осталась октябренком. Да. Кстати, сегодня 101-я годовщина со дня создания пионерской организации. В прошлом году было 100-летие. Вот я вижу такую перекличку, такую у нас волна. 101.0, 101 год пионерской организации. Кстати, слушать вы нас можете не только благодаря радиоприемнику, но и ссылку на нашу онлайн-трансляцию можно найти в телеграм-канале нашей радиостанции. Кировград. Заходите, ищите, и обязательно оставайтесь и подписывайтесь. Погода сегодня располагает к тому, чтобы прогуляться на свежем воздухе. И сегодня мы отправимся в один из самых чудесных уголков нашего города. Это ботанический сад Вятского государственного университета. И это мы делаем, кстати, в прямом эфире регулярно. Светлана, сразу предупрежу, сегодня у нас выступает не только в роли ведущей культпохода, но в роли еще и гостей, как автора и руководителя проекта «Офицерский сад». Все верно. Все верно, да. Ну, давайте коллегу представим. Да, и я еще представлю свою коллегу Елену Душину, младшего научного сотрудника научно-образовательного центра «Ботанический сад ВятГУ». Всем добрый день. Да, добрый день, Елена. Пополнится вот уже группа во Вконтакте, да, ботанического сада, всевозможными снимками красочными, разнообразные цветы, растения. В общем, 10 мая стартовал новый сезон, да, и вот мы тут в культпоходе сегодня будем общаться накануне тоже большого события, да, связанного с ботаническим садом. Это запуск «Офицерский сад». Да, запуск проекта, реализация проекта и презентация этого проекта «Офицерский сад». С чего начнем? С биологии или с истории? Ну, наверное, введем... С историей, да. С историей, давайте. Как всегда, с историей. Да, введу в курс дела, чтобы раскрыть, в чем суть вот этого названия «Офицерский сад». Прежде всего, это проект, который был поддержан грантом города Кирова в рамках конкурса «Город добрых соседей». То есть мы получили грант на реализацию этого проекта, причем получили высокую оценку, в рейтинге оказались аж на втором месте. Настолько, видимо, понравился наш проект, и мы действительно очень-очень давно хотели его реализовать. Наш сад, помимо того, что он цветущий, красивый, и, наверное, Елена скажет, сколько тысяч растений там сейчас, видов, находится, по-моему, больше двух тысяч, да? Более, да. Точную цифру, конечно, не скажу, потому что не только открытый грунт, но и закрытый у нас еще есть. Поэтому сложно достаточно окончательную цифру сейчас назвать. Мы постоянно пополняем. Да, несколько тысяч растений находятся. Но помимо этого, мы не будем забывать, что наш ботанический сад города Кирова является одним из старейших на территории России вообще. То есть сравним с аптекарским огородом, например, по своему времени создание. Больше 110 уже лет. В этом году 110 лет. В этом году 110, да. Да, здесь дата у нас такая неустойчивая, потому что очень долгое время считалось, что год закладки сада – это 1913 год. Но в 60-х годах сотрудник вуза, сотрудник ботсада указал дату 5 мая 1912 года, сказав, что точно знает, что вот точно именно в эту дату был основан. Но, к сожалению, никаких документов мы пока обнаружить не можем. Мол, докажи, что именно 5 мая 1912 года, а все доказать невозможно. Точно известно, что первые посадки начались все-таки в 1913. То есть можно сказать, что в этом году юбилей, именно начало работы в саду 110 лет, и это очень много. И, к счастью, еще что на территории ботанического сада сохранились архитектурные сооружения, садово-парковые сооружения, которым тоже уже больше века. Это знаменитый грот, это бассейн в форме Черного моря, фонтаны. Ну, еще у нас есть исторические открытия, которые случаются, ведь это историческая территория. И вот буквально в прошлом году мы, когда сотрудники ботанического сада корчевали, убирали кусты, обнаружили красно-кирпичную кладку, историческую по описанию. Удалось определить, к чему она принадлежит? Да, мы определили, что это был фундамент дома, который закладывал основатель сада Алексей Андреевич Истомин. Поэтому сейчас у нас еще один есть объект показа. И помимо этого сейчас тоже выставляем на обозрение. Это старинный сейф, который многие, ну, только самые внимательные заметят. Ну, я думаю, что после этой передачи, после того, как послушают аудиогид, который мы записали, обязательно найдут. Выставлен сейф, которому тоже уже больше века. Изготовлен на Сушевском заводе. Ну, и самая тайная, наверное, этого сейфа... Он был с чем-то, что-то там внутри. Да, потому что мы не знаем, что в нем находится, потому что мы его до сих пор не можем вскрыть. Слушайте, какая интрига. Я думаю, что после нашей программы могут появиться специалисты, которые готовы помочь вам вскрыть этот сейф. На самом деле, такой сейф, сейф из Сушевского завода, но они назывались правильно «несгораемые шкафы». Сушевской завод, это где-то... Это в Москве. А, московский? В Москве, да. И причем это стоило очень дорого. Мы нашли рекламу изготовления таких несгораемых шкафов. И они стоят в других городах вообще в Краеведческом музее. То есть это действительно настоящий экспонат, который мы показываем на экскурсиях. И вот, уже в течение четырех, наверное, сезонов я проводила исторические экскурсии. Очень хотелось... Но, конечно, я не могу каждый день проводить экскурсии, всем рассказывать, какая интересная история у ботанического сада. Поэтому мы очень хотели реализовать проект, в котором бы каждый смог прочитать историю на аншлагах, увидеть вообще основателя, как он выглядел, потому что его портрет сохранился, и послушать аудиоэкскурсию, которая... И вот благодаря поддержке гранта, конкурсу «Город добрых соседей» мы получили средства и реализовали. Теперь на территории нашего ботанического сада будет установлено 13 информационных табличек. Они там разных... С исторической информацией. Они там разных, да, размеров. Там 7 табличек обозначают самое старинное растение, потому что это часто спрашивают, а вот какое здесь дерево старше всех, например. Вот. Мы обозначили 7 таких деревьев, 5 информационных аншлагов, рассказывающих об истории, и один большой портрет основателя, Алексея Андреевича Истомина. Ну, видимо, вот он в афише как раз и присутствует, да? Вот сейчас смотрю на него на экране ноутбука. Да, и благодаря гранту мы все исторические фотографии смогли отреставрировать. То есть это было заложено. Вот. И поэтому фотографии качественные, улучшенные. Поэтому я думаю, что все насладятся сравнением современного вида сада и вот этих архивных фотографий. И... Важно обозначить дату, когда вы приглашаете жителей нашего города на официальную презентацию и открытие. И всего лета до октября пока работает ботанический сад. Но именно как торжественная часть, торжественная презентация, она состоится 20 мая с 18.00. Мы расскажем... То есть завтра. Да, то есть это уже завтра. Нас включили практически в программу, вливаемся в программу «Ночи музнеев». Вот. Расскажем, кто реализовал этот проект. Проведем небольшую экскурсию историческую. И дальше у нас музыкальный вечер. Да. Как пойдет, то у вас там дуэт будет присутствовать, исполнять музыкальные композиции. В течение часа можно будет на природе послушать еще и... Возрастных ограничений... Ноль плюс. Ноль плюс. Возрастных ограничений нет. С какой периодичностью будут экскурсии проводиться? Или аудиогид это в формате? Аудиогид записан. Он выложен и в группе ВКонтакте ботанического сада, и на известном, популярном, самопопулярном сайте «Изи Тревел». Вот. Доступен для прослушивания абсолютно бесплатно. Поэтому любой посетитель ботанического сада найдет QR-коды на аншлагах для прослушивания этой исторической экскурсии. В общем, все очень доступно, открыто. Наслаждайтесь. Аудиогид записан на профессиональном оборудовании, с профессиональной озвучкой, на два голоса, с музыкой. Мы, в общем, сделали все как в лучших домах, как говорится. Ну, хотелось, да, сделать именно для жителей, чтобы было приятно посидеть на скамеечке в ботаническом саду и еще послушать об истории. Потому что, да, территория у нас не очень большая, да, очень жаль, что некуда расти ботаническому саду, поэтому будем наполнять его исторически... Качественно. Качественно, да. Не количественно, качественно будем его наполнять. Ну, и, кстати говоря, погода завтра, в субботу, 20-го числа, она ожидается тоже вполне себе майская, теплая, до 25-ти, смотрю, с плюсом, так что это, ну, отличная возможность, да, прийти. Да, мы ожидаем большое количество людей. Вход во время мероприятия будет бесплатный, то есть это с 17.30 до 20.00. Вход в ботанический сад будет открыт, абсолютно свободный, без билетов. Так что все желающие, добро пожаловать завтра, именно в это время, в ботанический сад. Ну что, теперь к буйству природы. К буйству природы. От истории к биологии уходим. Какие нюансы до этого сезона? Ну, мы ранее уже, да, встречались и рассказывали о том, что собираетесь реализовать в наступившем сезоне. Ну, вот, да, что сейчас? Что у нас из нового? Если вы придете прогуляться у нас по улочкам, по нашим дорожкам ботанического сада, то вы заметите, что у нас появились новые домики для очень интересных животных, для беспозвоночных различных. Этот проект был выполнен совместно с школой города Кирова, номер 22. Дети, школьники своими руками сделали домики для насекомых. Они у нас прячутся теперь на территории ботанического сада, поэтому будем искать не только сейф, но и домики. И можно будет полюбоваться на... Это каких? Это для пчел, например? Ну, да, различные насекомые, да, кто поселится на самом деле. Насекомые, которые нас окружают в повседневной жизни. То есть это не какие-то особенные... Ну, вообще, на самом деле, существуют методики приманивания различных видов, но мы пока так не будем рисковать. Я так понимаю, ведь насекомые нужны ботаническому саду, они ведь там что-то опыляют у вас, да? Да, однозначно. Поэтому, соответственно, это был очень важный проект для нас, как для территории, и для школьников это развивают еще тем более, и они вносят вклад в территорию. Да, уже там видно, заметно, какие уже насекомые. Еще пока нет, еще вот только установили. Внимание привлекли. Поэтому, да, это будет тоже для посетителей интересно самим установить, кто как, в чем, в каких условиях будет обитать. Это вот первая у нас такая новинка. Ну, принято считать, что городская среда, она не слишком дружественная для насекомых. Вот поэтому и вот такие вот сооружения различные строят для того, чтобы какие-то виды сохранять, да, или приманивать таким же образом. Также у нас в сотрудничестве еще с одной компанией, ну, или организацией «Сдорого и добра», сейчас мы ведем организацию или развитие, даже правильнее сказать, сенсорного сада. То есть он у нас был заложен в прошлом году. Все помним, что у нас появились красивые такие вот высокие… Стойки, да, Эрик? Стойки с растениями. В этом году у нас появится сенсорный сад тактильный, который представляет из себя такие треугольники, заложенные с различными по ощущениям материалами. И там будут сидеть еще и растения ароматические различные, которые можно будет потрогать, понюхать, что-то пощупать, посидеть, отдохнуть. Это очень важно не только для обычных посетителей. В первую очередь, сенсорные огороды устраиваются для людей с ограниченными возможностями здоровья. И то, что мы сейчас сотрудничаем как раз с «Дорого и добра», это не просто вот эти дети с ограниченными возможностями здоровья как-то первыми почувствуют, попробуют. Они, возможно, посадят чего-нибудь свое, посмотрят, внесут свой вклад. Это и для них тоже интересно. Но возможность потрогать будет у всех абсолютно посетителей. Да, да, да. Но при том, что это, да, действительно прекрасная возможность осизать это все, все равно бережно нужно относиться. Конечно, да. То есть не выдергиваем с корнями, не травмируем. То есть это для души, а не для... как сказать-то правильно? Не для выгоды. Не для выгоды, да. Потому что были нюансы в прошлом году. С сенсорным ужасом, да. Уважаемые кировчане, да, относитесь бережно, пожалуйста. Ну, я вижу, кстати... Делаем все с любовью. Да, кстати, по поводу того, чтобы что-нибудь унести из ботанического сада, я вижу, в группе ВКонтакте уже спрашивают, да, когда... Это вечный вопрос. Да, когда начнете, когда появится возможность там купить что-то, приобрести... Сейчас идет ярмарка, да. Можно прийти до воскресенья, посмотреть представленные к продаже различные растения, какие остались, посмотреть глазками, выбрать что-то себе интересное для уличных целей и комнатные растения тоже представлены. Ну, вот список тут я вижу прямо... Ну, на самом деле, тут представлен список, которые, возможно, уже что-то купили, поэтому лучше прийти и самостоятельно посмотреть, ну, или можно также позвонить, уточнить. Ирис, медуница, роза, туя и так далее. Это вот все есть, это все в наличии, да. Можно выбрать очень красивые туи, на самом деле. Они как-то все больше и больше популярны у нас, по-моему, в нашем городе, да? Они так вот появляются? Да, у нас, видимо, теплее, может быть, становится, климат как-то изменился, и они растут. Мне кажется, что это южное растение. Или туи адаптируют под наши условия. Ну, туи западные, они у нас хорошо растут, на самом деле. Поэтому, скорее всего, потому они чаще и начали применяться, что кто-то вот один открыл для себя, что они прекрасно у нас себя чувствуют. Они поддаются прекрасной обрезке, из них можно формировать красивые формы, и поэтому очень удобные растения, и они совершенно разные могут быть. И зиму вроде хорошо переносим, да? Да, конечно. Елена, откроете ли вы оранжерею в этом году? Конечно. У нас новая экскурсия, называется «Ароматная история тропиков». Это будет не просто история по тропическим, рассказ про тропические какие-то растения, произрастающие комнатные. Это будет дополнено различными ощущениями. То есть мы представим свои гидролаты, свои эфирные масла, масла, которые извлекаем в своих лабораториях, и это как раз-таки сырья ботанического сада. Поэтому мы сможем не просто посмотреть на красивые растения, но и насладиться ароматом, например, цветков, которые уже отсвели. Такая вот возможность представиться. Это студенты Вятского государственного университета, да, в лабораториях занимаются? Да, у нас есть замечательный профиль, разработка фитокосметических средств, и вот они как раз у нас занимаются сырьем ботанического сада. Дилетантский вопрос задам. Не всегда, да, ведь можно ощутить аромат цветка во время его цветения. Конечно, не всегда. Есть цветки, которые совершенно не пахнут. Прекрасная калина бульденеш, которая скоро распустится. Красавица, цветки крупные, белые, но не пахнет. Что-то там по ночам только начинает благоухать, да. А днём это вообще незаметно. Да, есть и такое. Что-то к вечеру больше аромат открывается. А вы благодаря вот этой выжимке, этим, благодаря эфирным маслам, люди могут в любое время суток, что называется, почувствовать. Так, ещё. Так, что ещё у нас будет новое? Ну, конечно, мы заложили аптекарский огород. В течение этого лета он будет пополняться. У нас уже там красивые дорожки имеются. Некоторые растения уже начали выходить из спячки. Будем закладывать ещё новые-новые представители. Это тоже вот интересное. Имеется в виду, что это лекарственные какие-то растения будут, да? Это целый участок, аптекарский огород. И там будут сидеть только лекарственные растения, которые используются как в официальной медицине, так и где-то когда-то в народной медицине использовались. И с ними тоже будут студенты работать? Что-то из них будут какие-то создавать лекарства? И студенты, да. Ну и экскурсия у нас по лекарственным растениям должна быть. По крайней мере, у нас она имеется. Там уже по посещениям. И просто прийти посмотреть на аптекарский огород тоже можно будет полюбоваться. Они не просто лекарственные, они ещё красивые. Хотя бы кто-то первый раз в жизни увидит лекарственные растения и потом начнёт собирать, запасать. Да, может быть такое. Но запасать это надо аккуратно делать. Поэтому просто так ничего не собираем, не рвём, не сушим. Я имею в виду запасать не в ботаническом саду, а потом уже. Всё, надо сначала сходить на экскурсию и услышать, как правильно хранить, сушить такие лекарства. Ну и самолечением не заниматься. Конечно. Это тоже очень важно. Это точно. Скажите, у вас готово уже расписание экскурсий? Вот очень много предложений. Да, сейчас мы как раз открыли сезон экскурсий по обзорных. И уже скоро мы в группе нашего ботанического сада выложим расписание, когда можно будет записаться на такие вот эти групповые экскурсии. Если мы имеем в виду школьные различные экскурсии, то записываем уже активно и на июнь группы целые. Поэтому тоже можно звонить, уточнять о свободных датах и приходить смотреть. Для детей у нас не только обзорные экскурсии, есть ещё квесты. Их стало чуть-чуть больше, чем в прошлом году. Так, в чём их суть? Это даже больше не познавательный квест, а развлекательный. То есть, ну, например, дети в лагере в каком-нибудь могут прийти, посетить. Их просто интересно провести время, что-то поискать на территории ботанического сада, какие-то там ключи побегать, посмотреть. А, ну вот скоро как раз начнётся пара этих школьных лагерей. Да, да, да. В июне очень активно. То есть возраст же разный у ребят бывает. Поэтому мы тут не только познавательно и даём тематические экскурсии, а именно вот такие вот интересные. На свежем воздухе. Лёгонькие. Красота растений. Да. Не только в музеи ходить. Да, не только по городу гулять. Тематические экскурсии, насколько помню, они по будним дням обычно в вечернее время, да? Тематические экскурсии, да. Ну, на них расписание тоже бывает обычно. Мы их выкладываем. И, соответственно, по цветению растений уже там будет выложено расписание, на какие можно будет прийти на экскурсии и послушать. По заявкам, да, если какая-то группа соберётся, она может позвонить и выбрать какой-то свой день. Ну, в любом случае лучше, да, позвонить, уточнить. У нас номера везде там представлены, и в группе тоже можно посмотреть. 74-24-33. Да, да. И всё верно, совершенно верно. И режим работы ботанического сада в этом сезоне. Так же, как в прошлом, получается, с 10 до 9. Вечера. Да. А понедельник выходной. В понедельник мы не работаем. Что касается таких коллабораций с музыкантами, с художниками, какие планы на этот сезон? Планируем, конечно. Насколько ботанический сад будет наполнен музыкой, искусством и так далее? Конечно, всё будет. Самое подходящее место, вернее, одно из самых подходящих мест. Насколько мне известно, ботанический сад планирует ещё одно торжественное мероприятие на день города, 12 июня. Как минимум день города, но и обо всех наших новых мероприятиях, конечно, мы будем тоже сообщать городу. Не оставим без внимания такие моменты. Если у творческих людей, творческих коллекциев возникнет желание выступить в ботаническом саду, тоже можно обращаться с такими просьбами? Но это нужно сначала договориться, чтобы не было такого, что пришли и начали играть. Ну, не знаю. По крайней мере, такого ещё не было. Но можно договориться, я думаю, позвонить по номеру телефона. Может быть, у Светланы тоже, блин, на предстоящий летний период тоже. У меня запланированы... Не только проект «Офицерский сад». У меня запланированы исторические экскурсии раз в месяц. Я уже традиционно сотрудничаю с ботаническим садом. В этом сезоне чуть поменьше так поставила, потому что всё-таки есть теперь аудиоэкскурсия, и в ней звучит мой голос. Поэтому я думаю, что можно теперь ограничить количество. Но раз в месяц до октября я буду вводить тоже исторические экскурсии. И, по-моему, расписание мы уже тоже составляли. Я буду включена в это общее расписание. А вообще, насколько изменилось за 110 лет это место? Мы же привыкли, что сейчас ботанический сад, да, вот он квартал такой, да, занимает, ограничен высокими каменными зданиями. А 110 лет назад всё-таки было иначе? Он был чуть-чуть поменьше. Это такая сельская местность была такая, больше напоминает, да? Той территорией, которой владел Алексей Андреевич Истомин, она была чуть поменьше и доходила до современной оранжереи. Вот там, где сейчас находится оранжерея, до этого пространства сад был вплоть до середины 20 века. В 1940-х годах, точно могу сказать, в 1945 году у нас в городе появился интересный проект создания нового ботанического сада, огромного просто. Он должен был занять всю территорию. Там центральный вход, если не ошибаюсь, должен был быть на перекрёстке Воровского и Октябрьского проспекта. Да, 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 всё верно, всё верно, да. И всё вплоть до вокзала и до улицы Горького, это всё должен был стать один огромный ботанический сад. Это академик Рудницкий с архитектором Никитой Козловым просто размечтались. Размечтались. Да, и рисовали очень красивые проекты, как там всё будет, там должны были быть и оранжереи, и библиотека, и культурные центры, и кинотеатры, и всё-всё-всё. Но этот проект не был реализован, и после 1945 года стало ясно, что ботанический сад сохраняется на этом месте. Ему дополнительно отдали вот эту небольшую территорию до улицы Карла Липнихта. И в настоящее время территория сада – это 1,7 гектаров. То есть чуть-чуть меньше. Ну, тоже немало, да? Ну да. Чуть меньше двух гектаров, да. Вообще сколько людей вообще сейчас живут ботаническим садом? Студенты, преподаватели? Сотни, да, получается, человек? Конечно. Раньше, я даже больше могу сказать, что, ну, вот так как занимаюсь историей, были времена, когда ботанический сад кормил весь город. Это время гражданской войны, то есть 20-е годы, это уже когда сад перешёл городу. В это время директор ботанического сада, заведующий, вернее, тогда не директор, заведующий был ботаническим садом, он снабжал просто семенами город, потому что это было время голода. И второй такой период был, это, конечно, Великая Отечественная война, когда часть территории была отдана просто под огороды жителям. Но при этом всё равно сад работал всю Великую Отечественную войну, и туда приходили восстанавливаться бойцы из ближайших Ивака-госпиталей. То есть и школьники приходили погулять, отдохнуть, и вспоминают о том, что это был единственный такой райский уголок. Поэтому город, ну... У нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, полторы минуты, после неё мы начнём задавать вам вопросы. 211-101, напоминаю, номер нашего прямого эфира, список призов чуть позже озвучим. А прямо сейчас один из вопросов я запускаю в телеграм-канале радиостанции Кировград. Заходите туда, если вы подписаны или не подписаны. Читайте вопрос, ищите правильный вариант ответа, там три варианта дано, и звоните опять-таки к нам в прямой эфир. А сейчас реклама. Культ. 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 Культовод. Сейчас игровая часть программы Культпоход начинается. Естественно, перед тем, как начать задавать вам вопросы, уважаемые слушатели, мы должны поставить вас в известность. За что вы, собственно, можете побороться? Что у нас сегодня разыгрывается? Пожалуйста, светлана сейчас разруча. Мы разыгрываем. Мы разыгрываем. Пригласительная в кинотеатр смена и дружба. на любой фильминсианс. Также пригласительный Вятский художественный музей на две выставки. Виктор Воснецов «Точка притяжения А» и персональная выставка Виктора Глухова. Ограничение обеих выставок 0+. Подарок у нас есть от Музея истории народного образования. Это статуэтка Льва, авторская работа Зинаиды Бушковой. Также пригласительная в галерею «Прогресса» на выставку «Столкновение», ограничение 12+. И книги от магазина «Читай город». Колм Тойби «Волшебник» 18+, Владислав Крапивин «Мушкетер и фея», ограничение 6+, Трейси Шевалье «Тонкая нить», ограничение 16+, Мария Бурос «Максим Кронгаусс» «Тысяча лет и один день», ограничение 6+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», в торговых центрах «Театро», «Крым», торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганском и ТРЦ «Фестиваль». А также у нас есть пригласительный билет на любую экскурсию на выбор в ботанический сад в течение этого летнего сезона. Кстати, еще одну книжку, очень интересную книжку, мы разыгрываем прямо сейчас в телеграм-канале нашей радиостанции «Кировград». Книжка называется «Полианна выросла», автор Элинар Портер. Это продолжение повести «Полианна», самой читаемой, между прочим, книжки в США после Библии. Да, я читала. Вот сейчас она у меня в руках находится. Считается, входит в список самых позитивных книг мира. Ищите вопрос, ищите ответ, вернее, на вопрос. Вопрос читайте в нашем телеграм-канале, прямо сейчас он там последним опубликован. Звоните 211-601, чтобы ответить, и тогда эта книжка вам достанется. Ну что, давайте вопросы задавать, Елена. Так, вопрос. С вас первый вопрос. Научное название первоцветов, которое собирала падчерица в сказке «12 месяцев». Я думаю, автоматически приходит на ум название, собственно, как мы в повседневной жизни это называем, но есть еще и научное название. Да, которое мы узнали сегодня впервые, да? Ну, теперь будете знать все. Но мы, я думаю, все равно продолжим использовать простонародное название. Это нормально, это тоже используется. У нас есть звонок. 211-101, как вас зовут? Скажите. Меня зовут Наталья. Наталья, вы на какой вопрос будете отвечать? Про подснежники. А про подснежники. А научное название? Научное название... Мы же научное название спрашиваем, да. Потому что если бы про... Амарелисовы. Семейство Амарелисовых. Это семейство, да. Семейство, да. Ну, там, не знаю, правой, левой рукой можете сейчас интернет смотреть. Давайте теперь рот. Если есть возможность. А это рот, да. Название рот. Уж видовое-то не будем сложно сильно, поэтому рот. Так. Наталья, у вас 10 секунд для того, чтобы прийти к правильному ответу. Семейство линейное. А рот, я не знаю. Они, наверное, на глине. Я же не знаю, можно ли подсказать как-то, или нельзя. Нет, все-таки это точное знание, да, точный термин, да. Может быть, галантус? Да, конечно. Вот. Вот, теперь все верно. Галантус. Слово-то какое, да. Красивое. Галантус. А мы подснежники. Да, все абсолютно верно, Наталья. Да, общими усилиями добились мы правды. Что хотите получить в качестве приз? Можно, наверное, книжку. Книжку? А какую книжку? Про волшебника. Про волшебника. Кум Тойби. Ага, 18 плюс глубокий и насыщенный роман о Нобелевском лауреате. Все, отлично, не кладите трубку, нашему редактору вас передадим. Следующий вопрос, видимо, от Светланы. Да. В том числе. Да, все верно. Исторически. Все верно. У меня, конечно, будут исторические вопросы, связанные с ботаническим садом. Назвали мы наш проект «Офицерский сад» не случайно, потому что у основателя нашего сада было воинское звание, да, офицерское звание. И мы сегодня озвучивали уже его в эфире, по-моему. Да, возможно. Вот. И у меня вопрос, что это за звание? Да, вот такой тоже несложный вопрос. 211-101. Звоните. И, кроме того, еще раз напоминаю о том, что еще одну книжку персонально для вас мы разыгрываем в телеграм-канале нашей радиостанции «Кировград». У нас есть звонок. Отключайте на вопрос, опубликованный там. Вопрос пока этот не озвучиваем. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Константин. Да. Пожалуйста, ответ на какой вопрос? На который сейчас озвучили мы в эфире? Да, по званию. Да, по званию. Полковник Истомин. Полковник, мы не ослышались? Нет, не ослышал ничего. А если на ступенечку ниже взять? Так будет подполковник. Но в царской армии это не употреблялось. И к подполковнику обращались господин полковник. А-а-а. А поскольку он служил до 1917 года, он был полковник. Соответственно, царской армии принадлежал. Но в документах все-таки он значится как подполковник в отставке. В официальных документах, во всех наших текстах, которые начало 20 века, наших вятских, везде он подполковник Истомин. Официально. Поэтому хотела уточнить, часто у нас есть путаница в интернете. Ну, в общем, будем считать, что все основания у Константина есть для того, чтобы приз у нас выбрать. Что выбираете, Константин? Так, львенка. Львенка. Все, все отлично. Не кладите, пожалуйста, трубку. Передаем вас нашему редактору. Статуэтка льва мы имеем в виду, да? Это львы имеются в виду на воротах здания на улице Московска, 133. Музей истории и народного образования. Символ этого учреждения. Успеваем или не успеваем еще один вопрос задать? Я думаю, да. Елена. Так. Какое растение охотится на насекомых? И есть варианты ответов. Так. Росянка, Ландыш или Галантус? Если бы подснежек еще и на насекомых охотился, это было бы да. Вы не видели, как звукорежиссер радовался, что знает ответ на этот вопрос. Да, 211-101. У вас минута для того, чтобы дозвониться сейчас в нашу студию в прямой эфир и ответить на этот вопрос. А как они называются, эти растения, которые хищные, да? Хищные, хищные растения. Да, они у нас есть. И у вас есть экскурсия, кажется. У нас есть экскурсия. У вас они не просто есть, у вас там целая... У нас одна из самых больших коллекций. Семейская коллекция, да. Давайте примем звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте, Александр. Да, Александр, ну, я думаю, вам не составит... Охотница-росянка. Росянка, конечно, да. И выглядит она, да, так достаточно устрашающе. Нет, красивая. Росянки, у нее же такие капельки красивенькие, железистые волосочки. Да, охотится на насекомых, абсолютно верно. Александр, что вы выбираете? Какой подарок? Билеты в сад. А, билеты в сад, все, отлично. На экскурсию. На экскурсию, да. Вы можете выбрать любую экскурсию, любой день и на кассе сказать, свое имя, да, и... Да, список экскурсий будет опубликован или уже... Да, 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 мы опубликуем список экскурсий, и можно бы вот как раз в дату в определенную прийти, сказать, что вот сегодня на экскурсию выиграли билет. Все, отлично, Александр. Фамилия какая-то. Поздравляем вас, да. Не кладите еще раз трубку, еще несколько слов с нашим редактором. Несколько секунд у нас остается до завершения программы Культпоход. Озвучу ответ на вопрос, опубликованный в нашем Телеграм-канале. Сколько сортов тюльпанов насчитывается в Ботаническом саду Вятского госуниверситета? Около сорока, правильный ответ. Там три варианта было ответа. А, варианты, я думаю, ничего себе. Нет, 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 там были варианты, да. Нужно было еще идти. Все, на этом завершаем Культпоход. Много информации сегодня прозвучало. Последний еще раз, да, приглашаем всех в Ботанический сад на открытие завтра в 18.00, да, Офицерский сад, проект. С Сланой Дождевых сможете лично, да, повстречаться и услышать много полезной информации. Все верно. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»